Я думаю, что у всех людей, проживающих в западной части России, очень мало информации о том, что такое Владивосток. Ничего подобного нет нигде не в России и практически в мире. Туристы, и дебют, они уже богатым человеком приезжали, условно говоря, галадранцы, а здесь быстро и достаточно становились богатыми людьми. То есть он был намного открытие, чем вся остальная страна. Это что, закрытый город? В Владивостоке диски депепл-юрархи появлялись раньше, чем в Москве. Все так классно. Близость Японии, Кореи, там еще много чего. Вот кто сюда едет? Поедут самые бесшабашные, да, самые отмороженные, самые безбашенные поедут. Вот это и есть костяк населения Дальнего Востока. Друзья, вот на Дальнем Востоке прекрасная плодородная земля, 10 тысяч верст отсюда, полтора-два месяца ехать пароходом, мы во всем поможем. Поехали на Дальний Восток, будем создавать новую жизнь. Друзья, привет! Мы во Владивостоке. За моей спиной всевозможные заливы. Я забыл, как они называются. Тут их много. Но по факту это воды Японского моря, то бишь Тихого океана. Если вы посмотрите на карту, то с той стороны еще Россия, а дальше туда уже Корея. В ближайшее время нас ждет очень интересные экскурсии. Смотрите наш канал и следите дальше за нашим travel-путешествием. Андрей, добрый день. Мы с вами в Куварах немножко пообщались. Вы сказали про человека, который сюда не приехал, что он много потерял. Конечно. Скажу честно, я хоть и интересуюсь немножко всей страной и бывал во Владивостоке, но даже у меня очень скудная информация. Я думаю, что у всех людей, проживающих в западной части России, очень мало информации о том, что такое Владивосток. Но хочется добавить к этому всему какую-то более объемлющую картину, в том числе связанную с тем, что сейчас нас окружает, потому что я здесь первый раз. Это музей. Это музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Владимира Владимировича Арсеньева, которому в этом году 150 лет. И отмечать мы будем очень широко. В данном зале, где мы сейчас находимся, это Бахайский зал, так называемый, это глубокая история. Она, к сожалению, мало имеет отношения к российской истории, естественно. Это Бахайское царство, это 8-9 века, затем Джорджини и так дальше. А потом уже мы как-то перескакиваем период с 13 века Джорджинского до, грубо говоря, 19 века появления здесь россиян. Это основание Владивостока, 1860 год. В бухту Золотой Урок зашел транспорт Америка, с борта которого была высажена рота бойцов, солдат Восточного Сибирского полка 2-го линейного батальона, подкомандование прапорщика Комаров. Эта дата 2-й вилле считается основанием города, то есть городу всего 162 года. Это, конечно, по меркам нашей страны очень мало, и мы ни в коем случае не можем конкурировать с Уздовью, Владимиром. Даже с Иркутском. Даже с Иркутском, безусловно, куда русские пришли в 17 веке, конечно, основали там срок сначала поселения. Во Владивостоке я просто вчера, как по традиции, зашел в карту, набрал достопримечательности. Я видел, что много, скажем так, памятников войны русско-японской. В Владивостоке еще есть такая штука, как Владивостокская крепость. Ничего подобного нет нигде не в России и практически в мире. Она является одной из самых крутых, крупных и самых серьезных по размерам, по возможностям морских крепостей в мире. Поверьте мне, мне доводилось бывать и в Калининграде, где существуют различные форты немецкие, правда. Доводилось бывать в Кронштадте, где существуют наши форты легендарные. Так вот, все это, поверьте, просто детская песочница по сравнению с Владивостокской крепостью. Просто детская песочница. У нас это 120 гектаров, я говорю только той части, которая передана музею, далеко не все. Это полтора десятка фортов огромных, которые построены на сопках, потому что форт – это укрепленные ученицы сооружения и на господствующих высотах. Огромное количество береговых батарей по всем мусам, по всем бухтам, огромное количество и в материковой части, и на Русском острове. И ничего подобного в стране больше нет. Когда только под землей ты ходишь полтора часа по подземным тоннелям, и таких фортов полтора десятка, еще раз я говорю. Это огромное циклопическое сооружение, это удивительная архитектура, и само существование этой крепости, еще парадокс, крепость ни разу не выстрелила. Ни разу. Но это построено было в конце 19 века? Конец 19-го, начало 20-го, первое 15-е 20-го. Грубо говоря, Владивосток, когда был основан, первое, что сделали, это с подошедшего кровета гридень выкатили в быстрые двери в пушки и поставили первую батарею сразу же. И город и строился до революции, строился и развивался как крепость. Город, как таковой, жил по законам крепости. Крепостные дороги, казармы, склады, паттерны, хранения различные, это все жило по законам крепости. Она ни разу не выстрелила, но само ее существование, как считают исследователи, предотвратило атаку Японии и в 1904 году, и, возможно, в начале 40-х, потому что крепость имела очень серьезный вес и очень серьезные возможности. Вот это абсолютно уникальная вещь. Это вот сама крепость, она главный памятник сама себе и фортификационному искусству наших инженеров. Здесь начинал карьеру Карбышев, именно в Владивостоке, начиная строить эти сооружения. В отличие от современных бетонных сооружений, в том числе и оборонительных, крепость построена с высочайшим эстетическим мастерством. Сооружения просто смотришь и любуешься, как они выполнены. Дело важнее слов. Мы набираем скорость, но не теряем в качестве. Средний срок строительства 16-этажного дома – 1 год и 8 месяцев, с учетом требований ГОСТа. Наша гарантия – это построенные дома, а не обещания. Нас поддерживают более 20 банков-партнеров, что говорит о высоком уровне доверия к нашей компании. Наши признания – это счастливые клиенты. Как бы ни было сложно, сколько бы сил ни потребовалось. Наша команда – это не просто профессионалы. Это те люди, которые строят как для себя. Наш результат – это сплоченность каждого отдела. В любых условиях мы делаем все возможное, чтобы наши объекты были лучшими. На строительных объектах нашей компании работает свыше 2000 человек. Они все мотивированы на качественную работу. И нам ценен каждый кадр. Догма выходит за пределы Южного федерального округа и готовит масштабные проекты в Омске, Ростове, Крыму, Калуге, Риге, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке. Наша компания активно участвует в социально значимых проектах. Строим школы, детские сады, храмы по всему Краснодарскому краю. Руководством компании «Догма» принято решение по строительству дороги-дублер улицы Западный обход. Также руководство компании поставило очень важную задачу по сохранению максимального количества деревьев при благоустройстве территории микрорайона «Самолет». Строительная компания «Догма». Первым делом – дело. А если говорить о туристах, кто сюда едет? Было достаточно много туристов, и это шла вверх очень сильно тенденция, из Республики Корея, из Южной Кореи. Предполагалось, что буквально за два месяца начала пандемии объявили в своем заходе в Владивосток два японских лоукостера, и они были на полгода вперед заблокированы продажами билетов. Из Южной Кореи к нам самолеты прилетали чаще, чем из Москвы. Три московских рейсов в день и восемь из Кореи. Восемь рейсов каждый день было. Сегодня ситуация немножко иная, но вот уже на текущий момент уже в край прибыло порядка трех миллионов туристов, преимущественно россиян. 99% из них россияне, конечно, и мы понимаем, что политическая ситуация объективно такая, что выбор стал невелик, в основном это российские локации, и людям это стало очень интересно. Сейчас же развернута программа кэшбэка туристического, поэтому это работает. Но поверьте, приезжает огромное количество людей в Хабаровский край, Амурской области, Неверейская автономная область, Забайкалье, Сахалин. Это кто приезжает на своих машинах? На машинах, на поездах сел в машину, приехал с Хабаровской ехать там часов 12 на машине. У нас большое расстояние на самом деле. Из Еврейки, из Амурской области чуть больше там на несколько часов. Турист, не обязательно нужен богатым человеком. И наш, да не восточный турист. У нас страна большая, не надо имерить всю такую западную часть. Да, поэтому туристов очень много, и полагаем, что в следующем году будет их еще больше. Все-таки у нас с конца июня вода уже плюс 20, сейчас вода вот в Новике на Русском острове, 27-28 градусов. И это будет продолжаться до конца сентября. Такая вода будет. Я предлагаю переместиться в другое место, чтобы ее заодно и посмотреть, что здесь интересно, совместить, приехать с полезным. Давайте, давайте, пройдем. Этот зал условно называется Кабинет исследователей. Здесь собраны артефакты и предметы, которые рассказывают о тех людях, которые внесли наибольший вклад в освоение Дальнего Востока, исследование, прикрепление его к России. И вот, допустим, обзор на карту района исследователя Геннадия Ивановича Невельскова, который, как известно, первый пришел татарским пронивом и доказал, что Сахалин – это остров. Вот наш прекрасный Мруй Евамурский, который основал Владивосток, который сказал, в 1959 году сюда пришел, сказал, здесь основать порт, и через год высадил сироту солдат. Дальний Восток очень сильно пересекается с историей флота. Однозначно. Можно что-то интересное из этой темы, что можно и посмотреть, и, может быть, не знаю, как-то ощутить на себе? Самые старые корабли, конечно же, не сохранились. То есть, в Провете на корабельную набережную, там стоит два мемориальных судна. Одно из них на воде – это «Красный вымпел», который являлся первым боевым кораблем Теокеанского флота после его создания, после революции, который остался. И там же стоит на берегу подводной лодкой С-56, как памятник. Она стоит на берегу в полном сборе, которая воевала на северном плоте, ушла из Владивостока. В Куку с веткой через Панаму, через тихий океан Атлантику, ушла на Северный флот и воевала там такая легендарная лодка с большим количеством побед. Это реальные вещи, их можно там экскурсии вводить, можно зайти, пощупать, в экране посмотреть, ну и подняться вверх, посмотреть обзор на бухту «Золотого рога», где вы увидите целую тучу боевых кораблей, которые стоят у причалов или в ремонте. На фоне Петербурга или других наших городов, прижатых к морю, Владивосток достаточно сложен по рельефу. Вот это вот перепады высот, сопки, которые по всему городу расположены, вот эта контрадикция моря и суши, это, конечно, очень привлекает. Плюс это теплое море. Это не Балтика, это не Северное море, не Баренцевое, не Белое. Это теплое море, в котором вводится удивительное количество разнообразных рыб. Плюс сам Приморский край, он вообще занимает в России первое место по биологическому разнообразию. То есть у нас может расти лиана тропическая, рядом может расти ель, и там пихта, и лиственница. Все это на одном квадратном метре, что называется. За счет сильного смешения поясов от северного пояса до южного, все это на одном пятаке, вот это смешение. Так же, как то, что здесь там водятся медведи и другие, северные животные, соболь тот же, и рядом с ними ходит тигр, который теплолюбивый, леопард. То есть у нас очень богатое разнообразие, тоже крайне интересно для тех, кто предпочитает туризм, там, таежный, скажем, там, горный сплав моря, там, у нас очень много горных рек. Или морской туризм, там, если там люди рукаются дайвингом, или сапами, или каяками, пожалуйста, тоже это все есть. После произведения Дальнего Востока, Юга, Дальнего Востока к России, понятно, что россиян здесь было два человека, условно говоря, да, там, вот рода солдаты, те, казаки, там, и прочее, прочее. И для обеспечения и экономического развития, и безопасности, потому что границу, мы понимаем, что камень защитить невозможно, граница защищается хозяйственным состоянием территории, требовалось огромное количество рабочих рук. И тут совпал просто целый ряд факторов. С одной стороны, после освобождения крестьян в 1861 году появилось огромное количество безземельных людей, которых надо было чем-то занимать, и куда-то надо было их пристраивать, условно говоря, какие-то возможности им создавать. С другой стороны, огромные территории Дальнего Востока, особенно южные, плодородные, сельхозяйственные, вполне пригодные, давали такой ресурс. И поэтому в 1880 году, созданное к тому времени пароходство под названием Доброфлот, это была такая государственная компания, создана народное пожертвование, начались перевозки переселенцев из Одессы на Владивосток. Уже из Владивостока они могли продвигаться в сторону Амурской области, в сторону Хамаровского края. А как они добирались? Это вот вокруг из Одессы? Да, 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 вокруг, с Советским каналом, через Пресыду, полтора-два месяца шел пароход. Ничего, ничего, и привозили огромное количество людей, переселенцы получали подъемные, серьезные, их государство всячески поддерживало, и земли давали это побольше, чем гектар, для того, чтобы можно было и пахать, и сеять, и скот развонять, и все, что угодно. Тогда они это умели делать. Да, 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 да. И вдоль речных долин на юге Приморья, к тому времени было огромное количество переселенцев, появлялось одно с другим переселенческие поселения, переселенцы были преимущественно из Украины и Южной России. Ну, представьте себе психологически, вы крестьянин там, живете в конце 19 века в некой там Воронежской или Могилевской деревне. Приезжают некие люди, вербовщики, и говорят, друзья, вот на Дальнем Востоке прекрасная плодородная земля, 10 тысяч вверх отсюда, полтора-два месяца ехать пароходом, мы во всем поможем, поехали на Дальний Восток, будем создавать новую жизнь. Вопрос, кто поедет? Ну, самый неоседлый, у кого ничего нет. Вот, это первый пункт. Второй пункт, поедут самые авантюрные. Ну, да. Поедут самые бесшабашные, самые безбашенные. Да, самые отмороженные, самые безбашенные поедут. Вот это и есть костяк населения Дальнего Востока. Самые авантюрные, самые безбашенные, которые ни черта дьявола не боятся, которые готовы уехать в конец географии, вообще в конец географии, к черту дьяволу. Ведь люди настолько не понимали, куда едут, что это документально подтверждено, что многие везли с собой старого круглого камня, валуны, используя в качестве гнета. Мы же капусту-то засолим, а чем будем придавливать? Я тоже не знал, что вот есть камни, нет камней, там сказали, земля есть, а есть ли камни, кто составлял еще костяк. Еще длительное время имел статус Порто-Франко, и сюда ехало огромное количество иностранных предпринимателей, огромное количество, которые настроили тут... Вы для людей, не знающих, расскажите, что такое Порт-Франко. Особая экономическая зона, особое правило ввоза вывоза товаров, практически беспошлиное, огромное количество льгот, как китайская особая экономическая зона. Это все работало здесь, еще раз говорю, с небольшими короткими перерывами. Конечно, это было толчком для предпринимателей, активных людей сюда ехать и здесь смотреть вообще, какие есть возможности, какие ресурсы. Потому что приезжали, условно говоря, галадранцы, а здесь быстро становились богатыми людьми, которые строили прекрасное здание, каменные многоэтажные особняки, которые вообще застроят весь город. И еще один поток. После польского восстания, середины XIX века, в Восточную Сибирь тысячами и десятками тысяч ссыльные поляки ссылались. Буквально через два-три года пребывания в Восточной Сибири им говорили, вы свободны, все, каторгаз вас снимается. Но только в сторону Востока вы свободны, на Запад нет, только в сторону Востока. И здесь была гигантская польская диаспора, которая построила костюл католический, грандиозный совершенно у нас стоит. Это вот есть переселение. Почему здесь наряду с телегой, где мы говорим о переселенцах, колокол и якорь, судовой колокол и якорь, потому что переселение шло морем. Это шло до начала XX века морское переселение, затем была запущена Великая Сибирская железная дорога, Транссиб, и уже пошла программа переселения железнодорожная. Здесь недалеко есть как раз памятник, там 9 тысяч какой-то километр в Транссибирском регистрале. Да, началось железнодорожное переселение, как раз знаменитые Столыпинские вагоны. Причем, опять же, в большевистской историографии термин Столыпинский вагон часто применяется как душители, вешатели, везут революционеров за решетками, ничего подобного. Конечно, полная ложь. Столыпинский вагон – это вагон для перевозки крестьян, потому что вагон предполагал секции, в которых живут люди, а также отсеки, в которых можно везти лошадь, корову, плуг, борону и прочее. Вот это Столыпинский вагон для переселения в первую очередь, а никак не для того, чтобы из заключенных. Для понимания Владивостока, для понимания других городов, смотрите, в закрытом городе Владивостоке каждый день, это официальная статистика, 50 тысяч человек находилось в море. Моряки, рыбаки, научный флот, которые бывали в Канаде, в США, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, где угодно. То есть он был намного открытие, чем вся остальная страна. Это что, закрытый город? Да. Во Владивостоке диски «De Peuple-Urarchi» появлялись раньше, чем в Москве, потому что лицевоз из Японии идет в сутки. Он отвез лес обратно с одним другим грузом в сутки, вот они диски привезли, все здесь. Поэтому говорить про закрытый город, это надо вот очень-очень осторожно как бы. Да, это был закрытый город, но каждый день 50 тысяч человек находилось в море. А кто как-то вместо Бабеля родился? Ну, это аналоги невозможные. Ну, это понятно, но все-таки из лиц, которые… Бабельгений. Аналоги невозможные. У нас есть сегодня прекрасный… Ну, во-первых, это гениальный Хадеев. Потому что к нему может относиться по-разному, в частности, по поводу романа «Молодая гвардия». Но «Разгром» – это гениальная литература, просто великая литература, написанная блистательным языком совершенно молодым человеком. Это великолепный язык, это прекрасный сюжет. Несмотря на то, что вы рассказываете, да, это проблема, мне кажется, почти всех регионов нашей страны, не только восточных, многих западных, многих северных. Вот все так классно, близость Японии, Кореи, там еще много чего, море, теплое море, хотя это вообще никто не знает, потому что я встречал много людей, которые говорили, теплое море, где можно купаться, это только 600 километров Краснодарского края. Потом добавился Крым и все. Я говорю, подождите, вы забыли про дальневосток, а что там купаться можно? Я говорю, я сам купался, правда, я попал в момент, когда была табличка, тут медузы. Но мне умные люди сказали, бери глотку, он отплывает 40 метров в море, там их не будет. Вот, и медузы, крестовики какие-то. Люди про это не знают. Ну, и вот, несмотря на всю вот эту красоту, всю эту кучу заповедников и прочего прочего, почему уезжает молодежь на ваш взгляд? Ну, это тенденция общемировая, это же касается не только нас. Молодежь уехает туда, где более комфортно, где есть более перспектив для развития, для прочих разных вещей. Именно поэтому и наша молодежь тоже уезжает в Москву, уезжает на Кубань, уезжает туда, где есть больше перспектив для развития, для самореализации, для прочих вещей. Вот эта вот проблема самореализации и развития, это совершенно понятно, еще раз говорю, в Японии то же самое, в Китае то же самое. Это проблема, что она касается не только России, она здесь. Ой, тут я теперь это попытаюсь с вами поспорить. Я еще понимаю про Петербург, я еще понимаю про Москву, где, к сожалению, после Советского Союза действительно сосредоточилось большое количество именно учебных заведений с высоким уровнем. А в других регионах, ну, как бы они стали донорами и высосался преподавательский состав. Но Кубань для развития, для своего внутреннего, особенно для молодежи, не понимая. В Кубань уезжают люди более пожилого возраста, безусловно. Ну, на пенсию, да. Ближе к пенсии, безусловно. Но у нас три точки переезда основные из Приморья с точки зрения молодежи. Ну, понятно, что Москва превалирует, следующий Петербург и следующий Калининград. Вот три точки переезда. Калининград теперь временно закрылся на тело переезда. Ну, я говорю о тенденциях, которые были, но вот те тенденции, которые мы наблюдали, это касается не только Приморского края, но и других древоосточных регионов. Возможно, мы сейчас очень надеемся, что с изменениями политическими последнего времени, и мы уже лет двадцать, да больше слышим бесконечные слова о повороте на восток, потому что этот поворот, наконец-то, может быть, реально и произойдет теперь. Вот теперь-то, может быть, он реально и случится. Вполне возможно. Потому что до сих пор это в основном были слова, к сожалению. Я уже приводил выше историю с дальневосточным гектаром, который, по сути дела, к рывку-то не привел. Что бы ни говорила статистика, рывка не произошло на этом фоне. Ну, у него очень много критики, поэтому да. Нет, есть там и плюсы. Там нельзя просто так огульно критиковать, есть и плюсы, безусловно. Но в целом, как бы, если там, скажем, ожидался такой результат, то он, допустим, вот такой по факту. Вот о чем речь. Он есть. Ну, такой вот рост. Ожидался вот такой. Нет, такого роста нет. Еще здесь очень важно, что для закрепления людей здесь и сохранения людей здесь, нужно или вернуть те льготы, которые были в советское время, или ввести новые. Если реально государство хочет, чтобы это все было сделано. Ну, посмотрите. Владивосток преобразился. Вам понастроили скоростных дорог. Вам понастроили мосты. Прекрасный кампус университета. Он действительно кампус мирового уровня. Мы говорим о кампусе, не о насыщении учебных программ, о кампусе. Театр, опера и балета, дворец спорта роскошный. Ну, много. Аэропорт новый. Действительно, реально много понастроено. У меня ответный ответ очень простой. Это действительно так. Это действительно очень хорошо. Никто с этим не спорит. Это действительно очень хорошо. Но это все вложение в бетон и в железо. Конечно, необходимо вернуть дальневосточные льготы и коэффициенты. Опять же, для того, чтобы захоронить и закрепить здесь людей. И пенсия должна быть более высокой, чем у того, кто живет в Сибири и в западных регионах страны. Намного более высокая должна быть пенсия. Это будет вложение в людей. Это прямые финансовые потоки в людей. Не в железо и не в бетон. Хотя и последнее тоже важно. Тысячи людей не хотят жить там, где родились. Есть регионы-аутсайдеры, из которых люди стараются уехать. А есть лидеры, которые притягивают народ как магнит. Среди причин переезда в другой регион чаще всего звучат следующие. Предложения с лучшими условиями работы и высокой зарплаты. Учеба. Переход на более высокую должность. Личные мотивы серьезно поменяют свою жизнь. Если вы задумались про переезд в другой город, то прежде всего нужно обратить внимание на климат местности. Даже если вы думаете, что вам нравится климат в новом регионе, обязательно его тестируйте. Просто поживите в этом городе несколько месяцев, захватив разные сезоны. Ну и, конечно, главный вопрос при переезде в другой регион – это жилье. Часто при выборе квартиры концентрируются лишь на особенностях недвижимости и цене, мало уделяя внимания специфике района. А зря. Радость от покупки идеальной и доступной квартиры быстро сойдет на нет, если район вам не подходит. Поэтому перед выбором квартиры со всей ответственностью подойдите к выбору локации. Но как разобраться в новом городе? В каком районе или даже в микрорайоне стоит покупать квартиру? Как сориентироваться в транспортной и социальной инфраструктуре, экологии, безопасности и перспективах развития? Тут вам понадобится помощь профессионалов, знающих рынок недвижимости. Естественно, нужно выбирать таких риэлторов, у которых нет желания втюхать что-нибудь, лишь бы побыстрее получить свое вознаграждение за сделку. Я рекомендую обращаться к таким агентам, которые при подборе жилья исходят из ваших потребностей и задач. Ведь именно это гарантирует комфортное для вас проживание. Если вы раздумываете над продажей недвижимости в своем регионе и планируете купить жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае или Калининграде, то я знаю, с какими агентствами это сделать выгоднее всего и могу порекомендовать. Обращайтесь, ссылки в описании. Я просто зашел в этот зал, увидел, что здесь прямо написано, что это такой символический перекресток. Что такое «Миллионка»? «Миллионка» — это квартал в центре города, заселенный преимущественно китайцами с конца XIX века и по началу XX века. Они тоже приехали или это было как бы условное место? Китайцы, торговцы, предприниматели, работники. Когда русские тут основались, с этим потянулись китайцы, корейцы в огромных количествах, японцы, потому что все хотели заработать. Это живые деньги. А до этого здесь практически была, условно говоря, неосвоенная территория? Неосвоенная территория. То есть такая тайга. Да, да. И у Арсеньева об этом много есть, потому что китайцы сюда заходили исключительно на промысел, обмениваться судогейцами, покупать у них там различные шкуры. Женьшень тот же, дигароса и прочее, прочее. А как только возник город, причем нарастающий, растущий активно, то, естественно, сюда все потянулись на заработки. И китайцы, в основном, сосредоточенно жили в районе «Миллионки», это квартал в центре города, тут недалеко, можно пройти по нему, это нижней части улицы Фокина. И у них были свои театры, свои публичные дома, свои горные дома, свои опинокурильни. У них все было свое абсолютно. Работали они по всему городу, на стройках работали, работали водоносами, портными, кем угодно. Их было много, они тут работали со страшностью. И в этом плане город национальный всегда крайне был веротерпимым. Мы тут увидели кирпичи, поскольку это максимально близко к тематике нашего канала. Это что такое? Что касается кирпичей? Это про производство, да? Время сделано. Это про производство и разнообразие. Дело в том, что Владивосток был одним из очень бурно растущих городов, именно бурно растущих городов. То есть, ну как там, сначала возникает несколько деревянных домиков, потом еще несколько первой улочек. А Владивосток через пятьдесят лет, после того, как в тайгу высадилась первая рота, это уже был город с большими зданиями, особняками, с трамваем. То есть уже такой был город, большой достаточно, очень быстро растущий город. И плюс, что сюда вкладывались, надо понимать, совершенно гигантские деньги на сооружение крепости, гигантские бюджетные деньги. И поэтому многие зарабатывали на производстве кирпичей. Очень многие зарабатывали. Было огромное количество кирпичных производств. Мощности были небольшие. Когда у тебя сто заводиков, то это все как бы работает и хватает. И настройки того, и настройки сего. Потому что первые кирпичи везли сюда из Европы. То есть круговым путем. И, конечно, это было очень дорого и накладно. И когда нашли первые свои глины, стали делать кирпичное производство, все клемили кирпич. Старцевские кирпичи, Гуссурийская железная дорога, очень много кирпичей. Есть такое клемение старцев, есть такое клемение старцев. Есть разные аббревиатуры, которые… Кларсеновские знаменитые кирпичи. Есть еще много кирпичей с надписью «2 РОФС». Наверняка они где-то встречаются. Это вторая… вот они, вот, пожалуйста, 2 РОФС. Вторая русского острова военно-строительная компания. То есть у всех было… Современно звучит очень. Да, да, да. Это сейчас кирпичи делаются, так что не поймешь, где их сделали. Тогда было принято ставить клеймы, и поэтому для многих горожан это является определенное собирательство. Это же интересно собрать, собрать количество кирпичей. Потому что с разными клеймами, разной формы, разных времен как бы. Такая… мы тут из этого соорудили целую выставку свою разную, постоянно действующую. Это очень опытно, я считаю. У меня даже идея пришла. Может нам тоже из каждого города, где мы снимаем, привозить по одному кирпичу из того… Ну, блин, кайф будет с ним, будет племенно. Так они просто немые кирпичи. Из этого ничего не сделаешь из немых кирпичей. А эти говорят сами за себя. Мы абсолютно практически не затронули, скажем так, советский период. Почему? Да. И что вам интересно в советской периоде? Что было такого, что помимо того, что это был закрытый город, что существенно повлияло на развитие территории в этот период? То же самое, что во всей стране. Просто, как бы, ну, Советский Союз был достаточно милитаризованной державой. Поэтому, это, конечно, создание эти океанского флота с 32-го года, начиная восстановление этих океанского флота. Различных береговых оборонительных сооружений. Все было заточено под это. И сюда ремонт, и прочее, прочее. Что касается, там, неразвития, скорее даже, а скорее роли города, то, когда говорят про ленд-лиз, то почему-то все, в первую очередь, говорят про конвои PQ, да, PQ-17, и прочее, которые шли на Архангельский и Мурманск. Это правда. Ну, далеко не вся, потому что больше 50% прошло через Владивосток. Это правда, мало известно. Это абсолютная правда. Больше английских грузов прошло через Владивосток. Оно выходной порт. Так-то портов много. И Магадан, там, и Петровалск-Камчатский. Нет. Выходной порт – это порт, с которым есть железные дороги. Можно привезти, увезти. Это единственный был порт тогда, мы говорили. Прошел через Владивосток. Огромных объемов. Потому что больше половины визы прошло здесь. Прошло у нас. Но общая близость с Японией, там, наверняка, в взаимодействии, скажем так, было не такое мирное. У нас же был нейтралитет с Японией. А-а-а. Всю войну. До августа 45-го года, пока мы не ввели плане войны, был нейтралитет. И наше пароходство, до неосточного морского пароходства во время войны, потеряло 24 судна. У нас стоит памятник маякам и там силуэты всех пароходов на бронзовых досках и фамилии всех погрешенных экипажей. Потому что наши суда работали по всему мировому океану и в том числе участвовали в конвоях Пикью. Послевоенная история – это уже как раз история закрытого города. Послевоенная история, потому что до войны он закрытым не был. После войны стал город закрытым. Это история закрытого города, который благодаря окончанию Второй мировой войны, которая закончилась у нас здесь, и Корейской войне 50-х годов. В чем, скажем так, лично вам кажется будущее развития города? Транзит, в первую очередь транзит. Потому что мы можем бесконечно говорить о развитии науки, о научном потенциале. Потому что здесь все-таки с точки зрения Российской Академии наук. Но с точки зрения развития экономики, то это, конечно, транзит. Это ворота. Это огромный выходной порт и развитие всего Южного Приморья. Это порты железной дороги, это огромные объемы экспортно-импортных операций. Огромные объемы. Это и уголь, и нефть, и металлы, и руда, и лес, и вывоз из-за границы, и вывоз. Это огромные контейнерные перевозки больших объемов. Про где-то использование тех ресурсов, о которых мы говорили выше, льгот, которые должно, на мой взгляд, просто обязано предоставить государство, если оно ставит своей целью закрепить и увеличить население здесь. Оно не добьется ничего, пока не будет вкладывать деньги именно в людей, а не в бетон. Это вот этот пункт развития. Это, мне кажется, наша с вами немножко, понимаете? Я имею в виду поколенческая молодежь, все-таки, на мой взгляд, не так привязана к вот этим монетизациям и льготным деньгам. Им нужны интересы, им нужны, не знаю, какие-то впечатления. Нет, но с точки зрения интереса и впечатлений, то сегодня всегда есть ресурс удаленной работы. Но еще раз говорю, что здесь должны быть льготы в обязательном порядке, не может быть иначе. Я мог бы вам прочесть целую лекцию о том, какие льготы предоставлены жителям Аляски, но это как бы по определению, да, ну зачем это делать, эту лекцию читать. И здесь должны быть аналогичные льготы. Они должны, конечно, градуироваться, еще раз говорю, от степени сложности проживания. На Чукотке должны быть свои льготы, там чуть южнее должны быть свои, на юге, на юге, на востоке свои. Но само по себе ощущение окраины империи, конца географии, тупика географии, должно чем-то компенсироваться. И не только бетоном. Это должно обязательно чем-то компенсироваться, удаленность. Ну, грубо говоря, молодой человек, живущий в Казани, в пятницу вечером сел в поезд, в выходные протусовался в Москве, и вернулся домой, и потратили на ровно две копейки. И наоборот, Казань в этом году сильно приросла туризм. Да, 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 потратили на две копейки ровно, ровно две копейки. Здесь, конечно, это невозможно даже теоретически. У нас в 90-е, в начале нулевых, когда была наиболее сложная экономическая ситуация, и у людей не было денег, чтобы летать в Москву, особенно молодежи. Поверьте мне, что у нас выросло целое поколение людей, которые бывали многократно в Китае и в Южной Корее, но никогда не были в Москве и в Ленинграде. Поколение людей выросло. Китай сел на автобус, и ты через два часа уже в Сюфенхэ. В чем проблема? Который вырос благодаря России, из деревни. И стоит две копейки, это тоже стоило две копейки в буквальном смысле. И выросло поколение людей, которые отлично знают азиатскую кухню, азиатскую культуру. Совершенно не знают, что Третьяковка где? А Эрмитаж это где, в какой стране? Целое поколение выросло. Совершенно естественно. Поэтому я и должно говорю, что само проживание в конце географии, на краю нашей акламены русской, на краю империи, оно должно компенсироваться. Мне почему-то кажется, что для молодежи нужно еще создавать какие-то центры интересов, помимо, конечно, обучения. Безусловно, конечно. Мы только что из Иркутска вернулись, и при наличии вузов и прочего, их слабость все равно для людей, особенно для родителей, которые могут себе позволить, скажем так, в некотором смысле часть, можно сказать, зажиточная, но это и активная часть населения. Они говорят, что у меня для дочери нет здесь профессии, я даже не могу в той профессии, которую она выбрала, ей дальше учить. Поэтому я отправляю ее в Питер. Ну, вариант. Почему не отправить ее в Владивосток? В обратную сторону. Ну, здесь востребованы абсолютно все профессии, просто другое количество этих ниш, потому что, допустим, есть профессии, где на весь город уже человек 20-30, понятно же совершенно. там какой-нибудь, ну, что там говорить-то. И поэтому, конечно, это зависит от выбора, поэтому мы и говорим с вами о возможности самореализации, вот именно по этому молодежи же, именно по самореализации. И потому что, опять же, понимают, что не будет здесь у него, у молодого работника, условно говоря, финансового роста, финансового обеспечения, такого, которое бы его здесь задерживало. Я, кстати, вчера вечером решил как-то прогуляться по набережной. Которая из них? Ну, вот, которая от Фокина и туда. А, понятно, спортивная набережная. И я был сильно поражен, у меня даже сразу аналогия возникла, потому что было очень много людей, прям очень. Теплый вечер. И у меня аналогия была прямо вот с Геленджиком, но с одним отличием. В Геленджике в это время большое количество людей, ну, скажем так, за 40 здесь преимущественно была молодежь. Вот это как бы временно? Это мне просто так повезло? Или что это такое? Откуда такая? Вот так я говорю. Наши все гасятся. С одной стороны, это как бы курок. Все наши здесь гасятся. С другой стороны, это приезжие. Это и Хабаровские, я говорю. Со всего Приморья приезжают. То Сурийское, Арсеньев. Там другие города, которые находятся в глубине края. Все идут к морю. Теплое море. Все идут к морю. В июле, августе все. И при этом мы говорим про Владивосток. Не, условно говоря, не Шамара. То же самое на пляжах, естественно. В Хасанском районе под находкой, где песчаные пляжи, бесконечные километры песчаных пляжей. Просто бесконечные. Или галичных. Просто они ходят там за горизонт эти пляжи. И там все забито, еще раз говорю, машинами с номерами. Они нашего региона. Это же тоже понятно. Вы уже захотели посмотреть. С палатками. Я уже точно захотел. И дальше. Спасибо вам большое. Я думаю, что для многих будет новостями те вещи, про которые мы говорили. Для меня много нового. Ну да, это Бог, чтобы это помогло пониманию того, какой специальный регион. Потому что он вроде как Россия. Вроде как тут немножко все очень... Во-во-во. Своеобразно все очень. Все очень своеобразно. Да, дай Бог, чтобы это работало. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.